9 октября всех потрясла новость о страшном ДТП в Сочи, участником которого стал автомобиль, где находилась Ксения Собчак. Черный Мерседес вылетел на встречную полосу, совершая обгон, и влетел в легковушку Volkswagen, за рулем которой находилась 35-летняя блогер и тренер Екатерина Тарасова. Девушка скончалась в результате полученных травм. У нее осталась 7-летняя дочь. Водитель-телеведущий Олег Цоев признал свою вину и уже прошел экспертизу. Выяснилось, что в крови мужчины не был обнаружен алкоголь. Возможно, во время маневра Цою стало плохо, поэтому он не смог справиться с управлением. Эту версию также сейчас изучают. Пока эксперты пытаются установить причину страшной аварии, общественность начала обвинять в случившемся саму Ксению Анатольевну. Якобы она поторапливала водителя, чтобы ее побыстрее доставили в аэропорт. В Сочи Собчак прилетала на корпоратив, за который, как уверяют коллеги из «Комсомольской правды», она получила кругленькую сумму – от 4,5 до 5,5 миллионов рублей. Шоу-бизнес разделился на два негласных лагеря. Кто-то яро поддерживает Ксению, а другие активно обвиняли в смерти девушки. Любопытно, как отреагировала на инцидент мать телеведущей Людмила Нарусова. Известно, что 70-летняя женщина активно использует современные технологии. Так Людмила Борисовна знатно читала в мартовском эфире прошлого года Ксению и Константина Богомолова. «Я не знаю, почему вы такие тупые, что не можете соединиться». Также политический деятель тогда осталась недовольна, что в кадр попала бутылка с алкоголем. Увы, мать Ксении Собчак никак не отреагировала на шумиху, связанную с её дочерью. По крайней мере, публично. У Людмилы Борисовны есть закрытый аккаунт в Инстаграм, но там нет ни одной публикации. Вероятно, она решила проигнорировать общественный резонанс. Зато 16 октября Ксения постила сториз, где Людмила Нарусова была замечена с Платоном. Они читали книжку, а потом обсуждали прочитанное. Судя по всему, страшное ДТП никак не повлияло на отношения Людмилы Борисовны и Ксении. Одно ясно точно. Женщина не захотела публично поддержать дочь, которая в этом нуждалась. Напомним, что недавно специалист по экстремальному вождению Роман Мазаев отсмотрел кадры опасной аварии с участием Ксении Собчак и дал некоторые комментарии по поводу случившегося. Мужчина считает, что жуткая авария могла закончиться ещё более печально, если бы водители не показали быструю реакцию и не сделали всё возможное для того, чтобы избежать столкновения. Ей просто повезло. Водитель пытался уйти влево, именно это их и спасло от лобового столкновения. Намекнул Мазаев на то, что знаменитая ведущая также могла стать жертвой опаснейшего инцидента. Пассажир автобуса Руслан Аракелов тоже поделился информацией от первого лица, дав небольшое интервью в программе «Ты не поверишь». Он прекрасно помнит, как сразу же после удара судорожно принялся помогать пострадавшим. В это время все окружающие наблюдали, как Ксения Собчак удалилась с места происшествия, чтобы вовремя прибыть в аэропорт и улететь домой. Одна девушка умерла. У меня была цель спасти хотя бы вторую. Она захлебывалась своей кровью. У нее челюсть была зажата. Я пытался кровь убрать из носа, чтобы она не захлебнулась, вспоминая трагические события Руслан.